Так, дорогие друзья, мастера и мастерицы, сегодня нам предстоит в этом видео сделать вот этот элемент, то есть какая-то лампа такая, и верхушечку. Немножечко, может быть, мы её по-другому сделаем, потому что тут, я думаю, нам необходимо будет изменение. Итак, из чего состоит эта лампа? Она состоит из, внутри у неё находится вот эта проволочка, потом у меня есть такие пластмассовые какие-то пробирки, непонятно что, и для того, чтобы у нас получился внутри спираль, как бы не хромовая или какая-то угольная там, нам нужна будет потоньше проволока и из полимерной глины такая тоненькая запечённая колбаска. Ну и, пожалуй, всё. Первым делом, что мы сейчас сделаем, это мы сотворим вот этот сердечник. Для того, чтобы сделать вот такую навивку, у меня есть просто трубочка подходящего диаметра, нашёл её методом тыка, испробовал различные резьбы, смотрел, как она туда подходит. Ну и вот пришёл к выводу, что вот эта трубка лучше всего. Но это, опять же, для меня, потому что у вас будут, может быть, другие пробирочки, другого диаметра, другой провод, поэтому смысла называть какие-то параметры, я считаю, нет. Итак, заводим сюда. Чем хорош этот алюминиевый анодированный провод под латунь? Тем, что его накрутить сможет даже ребёнок. Так, что не скажешь о настоящей меди или латуни. Там пришлось бы нам повозиться, отжигать эту вещь и потом наматывать. И не факт, что получилось бы ровно. Я использую для этого специальный инструмент. А здесь только руки. Ну, что у нас зачастую дома-то и бывает. Так, смотрим. Ну, ещё пару витков. Будет достаточно. Вот так. Откусить тоже без проблем, потому что мягкая проволока хорошая. Готово. Так, ещё раз проверим. Да, подходит идеально. Теперь нам нужно сделать вот такие держатели для спирали. Я воспользуюсь своим инструментом. У меня есть такой хитренький инструментик, которым очень легко и быстро делаются петельки. Но у кого нет, может воспользоваться круглогубцами. Да, ни у кого нет, потому что это редкий инструментик. Так. Вот я сделал две петельки. Теперь сгибаю. Теперь сгибаю их пополам. Сюда я потом продену вот этот кусочек трубочки, колбаски. Но сначала мне надо как бы сюда это завести и приклеить. Вот я отметил высоту. Ну, где-то вот так, да? Всё. Теперь я возьму клеящий пистолет. Обратите внимание на то, что я пользуюсь вот белым таким. Это монтажный клей. Но это не клей, а такая полимер, который проходит в отличие от зачастую используемого прозрачного. Но этот держит почти насмерть. Поэтому мы сейчас его включим и приклеим. Давайте вставим сюда теперь. И просто-напросто капельку клеечка посадим. Этого будет достаточно, чтобы удержать. Остальное лишнее уже откусим. Так. Теперь можем уже отчекрыжить лишнее безбоязненно. Так. Вот они у нас эти два держателя. Теперь в дело вступает уже клей двухкомпонентный. Можете использовать обычный момент. Это не принципиально. Я поставлю сюда как бы угольный стержень сейчас. Такой небольшой. Вот так он будет имитировать у нас здорово так. Те угольные стержни ранешних ламп. И еще пока не застыло. Потому что двухкомпонентный уху. Это который быстро схватывается клеем. Мне он нравится. Но работать надо с ним действительно быстро. И вот теперь настало время взять. Взять. И все. Лампочка у нас готова. Теперь сделаем ей уже оформление. Вот это. Давайте посмотрим из чего она состоит. В общем-то это уже не секрет. Я это показывал множество раз. То есть я беру вот такой стержень обточенный. Сначала формирую такую шапочку. Обрезаю ее. Более-менее ровно поворачиваю. Прямо на оси. Вот так. Потом делаю небольшую вырезку. Ставлю ее сюда. И сразу делаю парочку отверстий. Куда будут заходить впоследствии такие кабели. Как создавать заклепки вы уже знаете. Но на всякий случай. Вдруг кто-то забыл. Я беру вот такую трубочку. Которую по случаю купил в электротоварах. Они там для кабелей. Главное следить, чтобы она у вас не забивалась. Иначе будет плохо получаться. Так, смотрим. Да, у нас осталось достаточное количество. Делаем раз. И где-то через 5 миллиметров проходим по кругу. Не забывайте чуть-чуть придавливать. Потому что иначе осыпется. Несмотря на то, что мы это запечем. Так, здесь можно не делать. Почему? Потому что сейчас объясню. Теперь мне нужна такая колбаска вокруг. Сейчас я ее на экструдере сделаю. Вот это колбаска. Мы ее сейчас сюда аккуратно прилепим. Подровняем. Есть. Сделаем колечко. Теперь раскатав пластинку. И то же самое стараемся, чтобы у нас она была в таком же размере где-то. Так. Теперь чуть придавливаем. Чтобы у нас получилась плоская такая. И сделаем теперь еще одну полоску. На чем это все будет держаться. Примерили. Прорезали. Примерили. И после этого можем отправить запекаться в печь. После того, как она запечется, просто возьмем нашу уже изготовленную и сюда примерим, поставим. Но она должна быть точно такой же. И так. Подошло время изготовить верхушку нашей лампы. Вы видите, она состоит из четырех элементов. Потом здесь находится колечко в виде шестерни и снизу еще поддерживающая всю конструкцию. Я сделал себе шаблон, рассчитанный на баночку где-то семь сантиметров в диаметре. Если у вас точно такая же баночку вам удастся достать. Ну, в общем-то, это из подочищенных томатов. Консервная банка. То тогда вам могут подойти эти шаблоны. В противном случае вам придется делать подобные сами. Если все-таки кому-то необходимо, то дайте знать. Я скажу вам, где взять. И так. Нам потребуется четыре вот таких детальки. Одна такая и одна вот такая. А потом все это собирается вместе. Вот так. Все. Вы скажете, как же так? Эдуард, что же это такое? Да, большинство видео как раз на этом и заканчивается. Ну, конечно, мы с вами действуем по-другому. И, естественно, я сейчас последовательно покажу, как я это все делаю. для начала нам надо вырезать, конечно, эти шаблоны. начнем вот с этого. то есть, если у вас нет возможности распечатать, вернее, самим в компьютере это сделать, то это можно просто нарисовать ручкой обычной шариковой или начертить карандашом, а потом вырезать. То есть, тут как раз без проблем. я катаю на самой большой толщине, это где-то около 3 миллиметров, потому что это все-таки конструктивные особенности и они должны держать. Тут не сэкономишь. Теперь приклеиваем, вернее, прикладываем и начинаем вырезать. Теперь возьмем трубочки подходящие диаметра и просто-напросто вот здесь так чуть-чуть наметим, чтобы было видно нам, где потом делать дырочки. Вот так. И начнем отчистить. забилось, очистим. вы, наверное, уже обратили внимание, что у меня детали получились абсолютно ровные, не как вспекшееся тесто, да? дело в том, что при запекании оно все равно начинает и подниматься немножечко, как печенье, да, или оно пупырышечками идет, если температура. И я вам открою небольшой секрет, который я для себя в общем-то вывел, что если мы возьмем второе стекло и чуть-чуть придаем его и в таком виде запечем, то мы получим очень ровненькую со всех сторон. Не надо ни шлифовать, ни полировать. Итак, отправляем в печь, делаем еще три экземпляра. Обратите внимание на изменения, которые я сделал. То есть здесь у меня шли кружочки цельные, что создало проблему их крепления, то теперь я решил сделать так, что я поставлю здесь отрезки трубочек и соединю их с помощью проволоки. Эффект будет такой же красивый, но надежность повысится. Сейчас я покажу, как я делаю. Вот эти трубочки немножко изогнуты, если вы видите. Можно, конечно, было прямые, но мне показалось, что если будут изогнуты, они будут лучше и смотреться, и держать будут лучше. Я раскатал тонкий слой глины, взял проволочку, выровняем ее. хорошенько прижал и лишний отрезом. Закатали и и потом я просто взял подходящий какой-то горшочек такой и загнул и тоже отправил запекаться. Дело в том, что я заметил это уже запеченное, что если мы даже сейчас ее распрямим для того, чтобы вытащить провод. Смотрите, она настойчиво принимает вот эту форму. Запомните этот трюк и им вы всегда можете воспользоваться. А потом мы просто-напросто нарежем необходимых нам трубочек делайте пока примерно вот так, потому что я сейчас тоже покажу каким образом я это приклеиваю все. То есть я беру теперь два стеклышка и смазав вот здесь гелем делаю таким образом кладу на край и ставлю сюда трубочки. Поэтому с одной стороны они уже получатся абсолютно на одинаковом расстоянии. После запекания таким образом я отправлю в печь, посмотрю как она держится, все смотрю хорошо. вытащили из печки получили хороший элемент. дождусь пока остынет потом сниму. Следующим номером нашей программы это вот такое колечко шестеренка. На этом самом месте дорогие мои мастера и мастерицы мы с вами коротко прервемся, потому что я посмотрел видео достигло на широковой отметке 20 минут по длительности, дольше в принципе становится смотреть сложно и поэтому я решил разделить это видео на две части, так что не волнуйтесь, следующая часть выйдет сразу же за первой. кадры уже все сняты. Окей, ну до встречи.